Добрый вечер! В эфире канала Телемикс. Программа накипела. Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Лед не тронулся. Тема сегодняшней программы. И говорить мы будем не о дорогах, со снегом на проезжих частях, город справился быстро, а о том, что творится во дворах уссурийцев. У нас в гостях люди, которые ежедневно сталкиваются с леденящими душувидами. Нина Кужеливская, гроза уссурийских управляек, член административной комиссии. И Владимир Гаврилов, директор службы единого заказчика-застройщика, на чьих плечах очистка межквартальных проездов. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что приехали к нам. И самое главное, не побоялись принять удар, так скажем. Потому что наши телезрители, а я напоминаю, вы сможете звонить сегодня в прямой эфир, задавать свои вопросы, делиться своими бедами. Может быть, конечно, и жаловаться. Было бы неплохо, если бы и похвалили свою управляющую компанию. Если есть таковы, телефон в студии 33-72-74. Ну, давайте начнем, наверное, с вас, Нина Николаевна. В общих чертах, какова у нас сейчас ситуация по управляйкам? В целом справляются? Значит, если в целом говорить, для общего понятия для жителей нашего Уссурийского городского округа, у нас работает 51 управляющая компания. У нас создано 104 ТСЖ. Значит, надо сказать, на сегодняшний день оценка деятельности управляющей компании, и ТСЖ можно оценить только на три. Потому что все те проверки, которые проводились специалистами управления благоустройством, на сегодняшний день, в принципе, объемы не выполняются. По оказанию тех должных услуг, которые мы должны оказывать нашему населению. Сразу скажу, что, значит, после обильного снегопада, а это после 8-го числа, управление благоустройством было направлено во все управляющие компании, во все ТСЖ рекомендации о том, что в установленные сроки по правилам благоустройства надо необходимо уложиться и приступить к наведению должного порядка. Надо сказать, что к этому вопросу половина управляющих компаний отнеслись добросовестно, а половина, можно сказать, что с большим... Ну, половина, половина это хорошее показатель, неожиданно. Так точно, да, так точно. Но половина, надо сказать, что приступили с большим опозданием. Поэтому после 8-го числа, после обильного снегопада, с нашей стороны были приняты меры административной проверки. Значит, за этот период с 8-го по 17-го ноября 2016 года, то есть этого года, нами была проведена проверка, была проведена проверка 206 домов. Мы проверили. Это практически 12 управляющих компаний. Значит, ни одна управляющая компания на момент проверки не была отмечена как добросовестная управляющая компания, следовательно, на всех должностных лиц этих управляющих компаний. А я могу отзвучить, что это управляющая компания Перспектива, это управляющая компания Имидж, это Армада, это Калина номер один, это Сирена, это Вертикаль, это Уютный дворик, это Гарант, это наш город, это Виктория и Живу номер один. В отношении всех этих управляющих компаний составлены протоколы о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Значит, практически на сегодняшний день половина управляющих компаний уже подвергнулись наказанию и наложению штрафа. Остальные протоколы о привлечении должностных лиц будут рассматриваться на очередном заседании административной комиссии 30-го числа. Я хочу вам сказать, что и вот всем жителям, которые неравнодушны к санитарному состоянию, особенно, конечно, именно это больной вопрос уборка территории. Это наледь, потому что это здоровье наше с вами. Надо сказать, что есть управляющие компании, которые мгновенно реагируют. Вот я хочу сегодня отзвучить компанию, которая, в общем-то, после первой проверки, которая получила действительно справедливые замечания, они приступили. И когда сегодня мы их перепроверили, вы знаете, ну, наверное, надо поравняться на эту управляющую компанию. Это ЖУ номер 7. Да, надо, наверное, поучиться, вот как наводить порядок. Хотя практически все управляющие компании оказались в одной ситуации. Да, потому что было холодно, потом отепель. И вот в тот день, когда у нас 8-го числа была отепель, тот, кто не приступил к уборке этой каши снежной, вот оказались сейчас в такой ситуации. Практически очень тяжело. Стараются, дворники работают, техника работает, а сделать невозможно. Ну, вот скажите, что делать в таких ситуациях? Вот сейчас многие управляющие компании, они даже прибегают к тому, что поверх льда сыпят толстым слоем песко-солевую смесь, а где-то и просто песок. Это законно? Это выход из положения? Ну, дело в том, что в сложившейся ситуации на сегодняшний день только подсыпка, понимаете? Потому что отдолбить невозможно. Поэтому единственное, что спасет нас, это подсыпка песко-солевой смесью. И это управляющие компании делают. Много жителей звонят, их это не устраивает. Но выход один. Или же подсыпать, или какую-то получить травму. Я еще раз обращаюсь к нашим телезрителям. Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 33-72-74. Если будет занято, то 33-72-76. И задавать свои вопросы. Если же ваш звонок сорвался, то не переживайте, перезванивайте. Потому что нагрузка на линии может быть большая. Чуть-чуть мы отойдем от управляющих компаний. Но обязательно к ним вернемся. Владимир Николаевич, ну к вам вопрос. Конечно же, это остальная часть зоны ответственности. Межквартальные проезды, которые не входят в придомовые территории. И которые не должны убирать управляющие компании. А должен убирать город. Город, как я понимаю, выставляет вам заказ. Правильно? Вот скажите, вот с межквартальными проездами. Какая сейчас ситуация? Сколько убрали? Какая работает техника? Достаточно ли? И на ваш взгляд справляется ли ваша компания? Давайте начнем с того, что в службе единого заказчика-застройщика в оперативном управлении находится 495 километров автомобильных дорог. В том числе и проезды. Также тротуары. Площадь тротуаров составляет около 400 тысяч квадратных метров. Площадь автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием около 2 миллионов квадратных метров. Площадь дорог с гравийным покрытием около миллиона квадратных метров. Это для того, чтобы представляли, с какими объемами приходится работать. Значит, на сегодняшний день у нас работает 9 подрядных организаций на уборке снега, ликвидации наледи, льда. Значит, на сегодняшний день по тротуарам убрано порядка 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров покрытия, очищено с вывозкой снега. Это что касается тротуаров. По дорогам у нас очищена площадь. Я имею в виду площадь, она же неоднократно убирается. Пока снег идет, происходит уборка снега. Вот убрано 21 миллион 800 тысяч квадратных метров. Это очищено дорог от снега. Ну, наверное, каждый житель видит, что дороги почищены. Льда на них нет, проезжая часть очищена до асфальтобетонного покрытия, если это асфальтобетон. На самом деле прикладываются большие усилия, большие усилия для очистки. Вот самая большая крупная подрядная организация у нас, которая работает, это усилийские теплосети. У них насчитывается около 30 единиц специализированной снегоуборочной техники на расчистке автомобильных дорог. К сожалению, прерву вас на короткое время. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Вы в эфире? Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Это я, жилец дома номер 141. Улица. Я согласен, вот женщина слева стоит, жилецкая, госпожа, что живу номер 7, молодцы. Вот дом 131, 121 и туда дальше до Веги. Постоянно убирает, молодец. Все сосульки сразу позбивал, там везде лед позбил. Так что я согласен, жилец, всем молодцы. Спасибо им большое. Спасибо вам за звонок. Самый, наверное, неожиданный старт сегодняшней программы. Мы ожидали, да, жалобы сразу же, ругань. Ну что ж, приятно. Ну, надо сказать, что эти улучшения в работе этой управляющей компании мы получили после того, как руководство этой управляющей компании 90-го числа были привлечены к административной ответственности. Наверное, только это подстегнуло. Когда мы их наказали, и вот сейчас, понимаете, чуть ли не лидеры в городе. Значит, нужен был волшебный, так сказать, импульс. Давайте продолжим. По поводу, все-таки, дороги, тротуары разобрались. Но межквартальные проезды и людей больше всего беспокоят подъезды к школам и детским садам. Вот на каком контроле это все держится? Принимаете ли вы звонки или, там, я не знаю, есть некий такой график или приоритеты, да? Чтобы у нас эти объекты социальные были в первую очередь почищены? Социальные приоритеты это у нас в первую очередь автомобильные дороги. Все-таки люди до садика, до школы добираются все равно по автомобильным дорогам. Но дороги чистые. Это понятно. Это в первую очередь движение маршрутных транспортных средств, да? А во вторую очередь второстепенные проезды, да, дороги. И, значит, чистятся межквартальные, внутриквартальные проезды. Чистятся адреса, нам дают, значит, управление жизнеобеспечением, да, администрация Уссирийского городского округа. Четко ставят задачу, где нужно расчистить. Люди, жители обращаются в управление, составляется перечень объектов, дается нам задание, мы выезжаем с специалистами, определяем, какие виды работ нужно провести. И даем задание подрядной организации для проведения работ. Да, действительно, логично. Давайте мы покажем телефон управления жизнеобеспечения. На него можно звонить, оставлять заявку 320788. Если вдруг еще не находится ваша дорога, и действительно важен какой-то промежуток в этом списке, его внесут. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, говорите. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вот являюсь предпринимателем, небольшой павильончик продуктовый. Ну, продукты женщины. Вот, ну, мы работаем, платим налоги, как положено. Мандрик. Готовы даже заплатить, но вопрос такой. У нас нет самосвала, у нас нет погрузчика. Какую муниципальную структуру мы можем обратиться? Случа с ней было, что вы... Вот, мы заплатим, уберите. Какой у вас адрес вашего магазина? Какой у вас адрес? Спецназ. По голосу узнает? Да. Сорвался звонок. То есть вы уже по голосу узнаете... Я полагаю, что это Мандрыка Александр. Допустим. Допустим. Давайте ответим на этот вопрос. Возможно, это не единственный предприниматель, который хотел бы воспользоваться такими услугами. Где взять? Тепловые сети. Пусть перезванивает. Тепловые сети. Конечно, спецтехника там у нас. Ну, есть у нас подрядная организация, которая оказывает эти услуги. Их очень много у нас в городе. Ну, пусть позвонят нам, мы им поясним. Хорошо, у нас еще один звонок. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, вот у нас компания «Уютный дворик». Как повлиять на эту компанию? Потому что ничего у нас не убирается. Во дворе гололед страшный. Рядышком, получается, соцзащита и мировые судьи. Там вокруг тоже лед гольный. Кому это относится, непонятно. Какой адрес у вас? То есть на компанию повлиять мы никак не можем. Ваш адрес? Вот, и еще детский сад 129. Вокруг тоже очень сильный гололед. В садике в самом все чистенько, молодцы. А вот вокруг просто не подойти. Ну, спасибо за вопрос. Мировые судьи, я так понимаю, это Блюхера. Распект Блюхера. Блюхера, начало. Наши специалисты все берут под карандаш, как я понимаю, правильно? И вот эти звонки и эти жалобы завтра будут обработаны? Что касается этой управляющей, уютный дворик и управляющей компанией Гарант, в отношении этой компании вчера составлены два протокола, юридических протоколов, о привлечении к ответственности юридическое лицо. То есть, в общем-то, сейчас за них взялись вы, правильно? Проверяем. Если жители не могут повлиять, то на них должны повлиять серьезные штрафы. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Алло. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. У меня был вопрос к Нине Николаевне и Владимиру Николаевичу. Вопрос по перелуху что на километру, потому что там вообще прочистки нету никакой. И Фадеева один, получается, 12. Это к детскому дому и к детскому садику. Спасибо большое за звонки. Вы можете звонить в студию по телефону 33 72 74 33 72 76. Нина Николаевна, я знаю, что у нас даже глава администрации подключился. Настолько вот действительно управляющие компании не понимают с первого раза, что потребовалось вмешательство городоначальника? Да, действительно, вторая неделя проводятся рабочие проверки работы управляющих компаний. И возглавляет эту группу глава Устрийского городского группа Евгений Генгорш. И я так думаю, что если это будет продолжаться, то мы с вами достигнем все-таки хороших результатов. Вот что касается вот именно работы управляющей компании, потому что все-таки чувствуется ответственность, понимаете? Поэтому я так думаю, что это пойдет на пользу. Ну вот вы за компанией уже правильно всегда присутствуете. Влияет ли на представителей управляющих компаний как-то сильнее, если глава администрации с вами? Конечно. Во-первых, мы отзвучиваем маршрут работы нашей вместе с главой. Поэтому вы меня извините, все за сутки знают и практически начинают работать. Я такого, ну я давно живу в городе, поэтому я такой вот обстановки, таких вот таких действий со стороны должностных лиц в принципе не помню. Нинка Николаевна, ну а какие санкции есть для того, чтобы... Я не говорю сейчас о штрафах, да? Я не говорю о предупреждениях, предписаниях и так далее. Но вот если управляющая компания будет злостно уклоняться, что со своей стороны город и, может быть, даже глава администрации могут сделать? Могут ли лишить, в конце концов, лицензию управляющей компанией? Нет, ну конечно, что если это будет систематическое нарушение невыполнения договорных обязательств, они пришли на этот бизнес, они занимаются бизнесом, они пришли на этот рынок, они должны работать так, как положено работать, оказывать услуги на высшем уровне населению. Поэтому этот вопрос будет рассматриваться. Если управляющая компания будет иметь более двух нарушений, то вопрос можно ставить о лишении лицензии. И можно ли назвать такие компании, которые сейчас вызывают наибольшие претензии, наибольший гнев? Ну я бы отметила такую управляющую компанию, как уютный дворик и гарант. Спасибо. Вы можете звонить нам в студию по телефону 33-72-74. Ну а мы пока уйдем на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Добрый вечер. В эфире программа «Накипело». Мы работаем сегодня в прямом эфире, как и каждый четверг в 20.00. Обсуждаем наиболее серьезные темы из жизни, хозяйственной жизни, наверное, уссурийска. И сегодня обсуждаем одну из самых наболевших тем, по которой действительно наше название программы оправдано. Это лед. Лед во дворах, лед на подъездах, лед в проездах. Вот у нас сегодня гости, получается, Нина Николаевна отвечает за управляющие компании. Владимир Николаевич за дороги, тротуары и межквартальные проезды. Владимир Николаевич, вот в этом году у нас парк машин муниципальных, да, которые у нас чистят снег, он еще увеличился. В прошлом году новые машины были, в этом году еще. Но вот скажите, сейчас это заметно на работе? Стали ли службы, вот ваши подрядчики, которые обладают этим парком, работать быстрее? Очищаются ли дороги, как минимум, быстрее? Ну, смотрите, ситуация такая. У нас произошло как бы слияние, да, двух организаций. Это бывшая МУБОС и уссурийские теплосети. За счет того, что количество техники в двух компаниях, да, стало больше, да. Поэтому, значит, и стало проще убирать. Также руководством организации уссурийской теплосети организована работа техники в круглосуточном режиме. То есть сейчас техника не простаивает. Техника работает в круглосуточном режиме. Можно сказать, что работает на 100% своих возможностей. Что касается новой техники, я знаю, что еще идет сейчас ряд единиц техники специализированной, касающейся уборки снега, вывоза снега. То есть вот-вот подходит? Да, но я знаю, что по информации уже как бы даже вышла техника, вот в частности лаповый снегоуборщик, да, он будет грузить, значит, снег в автосамосвалы. Также идет машина КДМ комбинированная, которая также распределяет песко-соляную смесь, то бишь борется с гололедными явлениями, с наледью, ну и также упрощает уборку снега, льда после ее прохода. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, задавайте свой вопрос. Вы в прямом эфире, говорите. Добрый вечер. Вас беспокоит доброполие. Я бы хотела отметить хорошую работу управляющих компаний «Ужик» и «Уютный мир», которые придомовые территории очистили. У нас проблема у магазина «Леон». Территория магазина очищена, прилегающая городская в Наледях. Это улица Новоникольское шоссе 2, наверное, так, либо строительная. Строительная. Что заотвечает за нее, мы не можем понять. Также проблема с подъездом к детскому саду и детскому социально-реабилитационному центру на улице Артемовской. Тоже наледи, тоже проблемы. Спасибо большое. Вот житель Доброполья сразу целый список. Что у нас вообще с Добропольем? Как там работает? Ну, смотрите. На вот такую периферию не обращают ли какое-то второстепенное? Были перечислены второстепенные, так скажем, проезды, да. На самом деле сейчас выходит техника. Вот ситуация обострила вот это резкое потепление, потом резкое похолодание. Сейчас, чтобы этот лед убрать, сначала проходит, проливает техника реагентом, да, который, так скажем, растопляет лед и помогает убрать, налить именно образовавшийся лед. Потому что просто так, так скажем, машиной КДМ его не уберешь. Нужна специализированная тяжелая техника в виде грейдера. Только вот тяжелой техникой можно очистить такие проезды. Эта работа ведется. Обязательно. Доброполье, ну, оно убиралось и убирается, в принципе, всегда. Но, я говорю, убираются сначала основные улицы, а потом уже убираются во вторую очередь второстепенные. Еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Я бы хотел задать вопрос Нине Николаевне. У нас компания «Армада-1» по адресу Владивостокское шоссе 117-Б. Тротуар у нас как бы нечищенный, а у нас дом находится на поселке на возвышенности. Вот. И как бы после этой шляхоти тоже не было убрано. Спасибо большое. Прокомментировать. Вот я хочу ответить. Управляющий компанию «Армада-1» мы привлекли к ответственности. Наложили штраф. Но, вот видите, ситуация-то не меняется. Поэтому спасибо огромное вам за звонок. Вот. Мы, конечно, завтра обязательно перепроверим. И по истечении 10 дней, то есть по срокам, позволяющие составлять протоколы по истечении срока невыполнения работ, мы заново привлечем к ответственности. Если не будет выполнена работа. Давайте я попрошу режиссера показать еще и телефон управления благоустройства. Я напоминаю, у нас два управления. В благоустройство по телефону 32-22-11 вы можете сообщать об управляющих компаниях, которые не справляются, на ваш взгляд, со своими обязанностями. О управлении жизнеобеспечения по телефону 32-07-88 вы можете звонить и говорить о тех пароездах, подъездах, тротуарах, которые, опять же, нуждаются в расчистке. Еще один звонок. Добрый вечер. Если можно, побыстрее излагайте свой вопрос. Здравствуйте. Я проживаю в загородном, по улице Светлой. Дело в том, что у нас никогда, насколько я помню, живу здесь, эта улица не чистится. Людям в школу, людям в детей в спецсадик. Машины еле-еле ползут. Там обещали еще осенью пройти ледер, но этого не происходит. Когда вы к кому нам обратите, чтобы хотя бы прошли, иногда после этих, как его, циклонов, после всего. Спасибо большое. Улица Светлая. На самом деле, хочу сказать, чтобы по таким улицам, где, может быть, не всегда вовремя доходит техника, обращались в управление жизнеобеспечения, не стеснялись, звонили. Формируется заявка, отправляется нам, отправляется подрядную организацию. И, в принципе, не затягивая, работы выполняются. Нашему телезрителю хочу повторить вопрос управления жизнеобеспечения 3207-88. Именно там формируются списки тех дорог, которые нуждаются в очистке. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. У нас осталось три минуты. Мы можем успеть принять еще один звонок. Сорвался. Нина Николаевна, есть звонок? Пожалуйста, здравствуйте. Говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотела бы опять же с жалобой обратиться. Уютный дворик. Первомайская, 27. Как закончился снегопад, вы ждали определенное время и давай им звонить. Уберите, пожалуйста. Обещают, обещают. До сих пор ничего не убрано. Придомовая территория полностью гололед. Не убирают, не посыпают. Одни обещания. Спасибо большое. Взят адрес на карандаш. Еще один звоночек у нас есть. Добрый вечер. Говорите. Мы слушаем вас. Алло. Слушаем вас. Говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вы слышите? Да. Я хочу сказать по поводу Армады. Дело в том, что мы проживаем в Селевоздвиженке. Обслуживает компания Армада-1. Ну, это какой-то беспредел. Мы бились полмесяца, чтобы нам засыпать просто возле дома песком. Но они приехали, засыпали песком, и на этом дело встало. И вообще разговоры не... Спасибо большое за звонок. У нас осталось буквально две минуты. Лена Николаевна, прошу вас еще раз, знаете, что озвучить? Вот у нас чуть-чуть совсем времени, чтобы люди знали сроки, когда должен быть убран двор после того, как снегопад закончился. Полностью. Полностью уборка после выпадания осадков. Должна быть очищена от наледи с вывозом снега до четырех дней. До четырех дней. Конечно. Причем не допускаться огромная суббота. Это вывезено, очищено, все, до свидания должно быть, все везде быть чистенько и уютно. По городу есть такие же сроки? На самом деле по автомобильным дорогам сроки чуть-чуть у нас жестче, да, там есть ГОСТы. На самом деле контролирующие и надзорные органы в виде прокуратуры и полиции нас следят за этим строго. И когда мы не успеваем, конечно же, наказывают. В общем, срок уборки снега после окончания снегопада по автомобильным дорогам основным, так скажем, не более шести часов после окончания снегопада. Ну что ж, спасибо. Очень быстро пролетели у нас полчаса. Может быть, еще зимой мы с вами увидимся, если будет ожидаться нечто сверхъестественное, как этот совершенно нетипичный ноябрь. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что звонили нам включать свои телевизоры по четвергам в 20.00. Мы будем обсуждать только городские новости. Ну, спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.